библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут дмитрий бьетч добыкин и мы с вами на библейском портале экзегет мы с вами продолжаем читать книгу иудифий сегодня седьмая глава краткое содержание того что было в предыдущих главах царь новоходоносор ну на самом деле это не он новоходоносор это другой персонаж отправляет своего военачальника алаферна тоже другу другой человек отправляет этого алаферна для того чтобы он захватил иудею и он вторгается в иудею и начинает осаду с города витилуи что это за город неизвестно какой город скрывается под этим названием тоже неизвестно ну вот начинается осада витилуи и об этом и говорит седьмая глава читаем читаем не по предложениям хотя иногда им имеет смысл читать по предложениям читаем по абзацам потому что единица мысли или единица текста в библии это не стих это абзац на другой день алаферна приказал всему войску своему и всему народу пришедшим к нему на помощь подступить к витилуи занять высоты нагорной страны и начать войну против снов израилевых тот же день поднялись все сильные мужи его войска и состоялось 170 тысяч родников воинов пеших и за 12 тысяч конных кроме обоза и пеших людей бывших при нем а эти был многое множество значит ну здесь здесь все понятно за несколькими замечаниями значит народы пришедшие на помощь алаферну это те народы которые он захватил и которые согласились что будут уничтожены их святилище они начнут поклоняться новоходоносору как царю и они отправились воевать вместе с алаферном ну и про перечисление воинов цифры которые перечисляются здесь они там вступают противоречия там с другими цифрами в разных рукописях тоже разные цифры приводятся но в данном случае можно понять следующее войско было огромное маленький город маленький город и огромное войско остановившись на линии близ светилу при источнике они протянули ширину от дофаима до виффема а в длину ответилу и даки амона лежащим против ездрелона значит здесь называется некоторые населенные населенные пункты и географические места ну часть из этих мест вообще неизвестно другая часть только только предполагается поэтому мне даже вот тут они перечисляются все равно имея такое описание мы не можем определить где-то ведь силу я сыны же израиль увидев множество их очень смутились и каждый говорил ближнюю сумму теперь они пустошать всю землю и на высокие горы не невысокие горы не долины не холмы не выдержит их тяжести взяв каждый свое боевое оружие зажегшие огни на башнях цех они всю ночь провели на страже но тоже интересно они боятся евреи боятся но в то же время они воюют естественное состояние человека перед угрозой смерти боятся но преодолевая этот страх человек идет и воюет хорошо на другой день элаферн вывел всю свою конницу пред пред лицем сынов израильев бывший витилу и осмотрев восходы города он обошел и занят точки вот их и оцепил их ратными мужами возвратился к своему народу ну конницу невозможно использовать при штурме знаете как бы он выстрел там праве она поскакала и жители витилу и должны понять что все очень серьезно враг очень силен ну давайте дальше читать значит про источники вот города строились на холмах но понятно что редко бывает когда на горе есть источник воды если делать колодец а источники воды это не обязательно родники это могут быть и колодцы то понятно что если у его делать на горе и пробиваться до водоносного слоя то это будет ну там не то что десятки а может быть даже и сотни метров и по не понятно что такой пробить колодец очень очень сложно поэтому часто источники были вне города они находили где-то не города и соответственно жители города чаще всего женщины выходили и отправляясь к этим источникам если вы вспомните историю про то как искали про отцу исаку жену то вот раб авраама он как раз пришел к источнику то есть понятно что этот источник находится вне города и не ждал когда появятся девушки то есть здесь то же самое источники внизу но пришли к нему все начальники снов исава и все вожди народа моавицкая сева начальники приморья сказали выслушай господин наш слово чтобы не было потери войске то этот народ снов израиля надеется не на копья свои но на высоты гор своих на которых живут потому что неудобно восходить на вершины гор и так господин не боюсь с ними так как бывает обыкновенная война и ни один муж не пойдет от город его ты останется ему лагерь чтобы изберечь каждому же войске твоим работая пусть овладеет источником воды который вытекает из подошвы воды из подошвы горы потому что оттуда берут воду все жители витилуи и погубит их жажда и они сдадут свой город а мы с нашим войском зайдем наверх ближайшие вершины гор и расположим на них для стражи чтобы ни один человек не вышел из города и будем томить их голодом и жены их и дети и прежде нежели коснется их меч падут на улицах битальщи своего а ты воздашь им злом за то что они возмутились и не встретили тебя с миром значит но здесь понятно ну некоторые замечания значит начальник основы слова кто такие сыны и сова это потомки родного брата иакова которого звали исав или и дом писав он же и дом стал родоначальником и домить он или и думеев и и несмотря на то что они были вот ну ну наиближайшие родственники любви и дружбы между ними не было потомки исава искали все способы чтобы навредить евреям и поэтому то что они там пришли и предлагают такое то вполне по вполне понятно то есть любую гадость но только бы бы плохо было бы евреям причем они обещают что они будут сами охранять они будут смотреть то есть они будут служить алаферну и новоходоносору не за страха а за совесть вот ну и дальше там перечисляется ваш вождей народа моавицкого моавитяне это еще одни потомки авраама там даже не авраама а родственники авраама там интересная история которая произошла с лотом но по большому счету это тоже родственники евреев и они не должны были бы истребляться еще тогда тогда как тогда при моисее при иисусе на вине но однако моавитяне пытались воевать евреями пытались проклясть евреев но и в общем моавитяне стали врагами евреев вот что там за история есть источники к ним спускается возможно возможно мы не знаем этого города поэтому возможно было сделано следующее значит был источник выкопан ну какой-то колодец может быть родник его накрыли куполом и к нему сделали проход тоже крытый вот или соответственно жители витилу и спускались такая закрыта вот и возможно жители окрестные жители знали об этом и предлагают захватить вот этот источник мы только предполагаем витилу и неизвестно где но в других городах иудейских городах такое было то есть крытый источник воды к нему крытый проход вот и что предлагают предлагают перекрыть этот проход к воде соответственно люди начнут томиться жаждой человек без воды сможет выдержать его несколько дней ну и после этого они либо сами умрут либо им придется сдаться понравились эти слова и халаферну и всем слугам его и он решил поступить так как они сказали и двинулся полк сынов амона и снимет 5000 сынов ассура расположили доме не обладели водами и источниками вот сынов израиля а сыны исавы сыны амона взошли и заняли на горную область против дофаима и отправили часть их на юг и на восток против и кривили что близку состоящая при потоке махмур остальное же сирийское войско расположилась на равнине и прикрылась покрыла все лицо земли шатра и обоза их с множеством народа растянулась на весьма большое пространство ну снова маленькие городок и столько сил положено чтобы его захватить хорошо что же в это время происходит ведь силу и сыны израиля воззвали господу богу своему потому что они пришли в уныние так как все враги их окружили их нельзя было бежать от них вокруг них стало все войско сирийской пешек конь колесницы конец их 34 дня во всех жителей телу истощили все сосуды с водой опустили водоемы ни в один день не могли пить воды досыта потому что давали им пить меру и он или дети их и жены их юноши и взнеможение от жажды падали на улице города и в проходах ворот и уже не было в них крепости давайте здесь про водоемы про сосуды значит про какие водоемы один из способов сохранения воды были бассейны бассейн и цистерна куда собирали дождевую воду дожди шли вода стекала и вот были такие вот цистерна вода конечно в них было не очень хорошая в колодце всегда лучше дает плюс еще самый лучший когда родник но это тоже были источники воды цистерна были достаточно большие то есть ну цистерна и в одну из таких цистерна кстати одного из пророков пророка риме бросили там в тюрьму и евреи начали страдать от жажды тогда весь народ собрался к узи а узи это начальник этого города и к начальникам города юноши жены и дети с громким воплем говорили всем старейшим судьи бог между нами и вами вы сделали нам великую неправду потому что мне предложили мира сном асура и теперь нам нет помощника бог предал на своих руки чтобы будет на жажды и великую погибелью ну вопль который издают жители витирую очень напоминает вопль который сдавали евреи во время странствования по пустыне то есть ты виноват как озя как моисей ты виноват на что привел сюда здесь нет воды мы здесь все умрем бог призывается в свидетели в суде что вот пускай бог нас рассудит нас жители витирую и вас начальники города насколько вы правы то есть ну понятно что они ожидают что бог осудит узи и начальников да действительно евреи не предложили ассирийцам мира но там какие условия были ассирийцы могли не воевать с евреями но при этом они должны были разрушить храм и начать поклоняться на уходоносору как богу и поэтому это конечно неприемлемо туда же не обсуждалось почему евреи там отказались от мира значит на самом деле евреи не были таким прям уж воинственным которые бросались там на всех и ну как бы если можно было договориться то евреи старались договориться хорошо бог отвернулся от израиля вот и мы страдаем от жажды читаем дальше пригласишь их теперь и отдай весь город на разграбление народа аллафер на всему войску ибо лучше нас достаться на расхищение хотя мы будем рабами зато у буджи душа жива будет душа наши глаза наши не увидеть смерти младенцев наших и жены детей наших расстающих душами своими призываем пред вами его свидетели небо и землю бога наши господа отцов наших который наказывает вас нас за грехи наши и за грехи отцов наших да садилает по словам сим в нынешний день и подняли они и надушные великий плач 4 собрания и громко взывали господь бога ну давайте здесь разбираться значит пускай аллаферн придет пускай он всех нас сделает рабами лишь бы мы только не будем смотреть как мы будем умирать обращение такое призываем вас видеть или небо и землю означает что они клянутся всем то есть не клянутся высшим ну и соответственно все они дошли до конца и готовы они уже полностью сдаться что они даже клянутся о том что причины вот этого поражения в том что бог их наказывает наказывает нас за грехи наши за грехи отцов наших вот здесь грехи отцов наших это вообще место достаточно так сложновато почему потому что учит ли священное писание о том что человек наказывается за чужие преступления с одной стороны кто-то может вспомнить слова из диколога где говорится там я бог ревнитель наказывающий детей за вину отцов до 3 4 рода с другой стороны кто-то вспомнит книгу пророка иеремии книгу пророка езекииля в которой говорится наоборот что каждый понесет свой грех вот что имеют в виду жители ведь с одной стороны они могут придерживаться такого самого простого объяснения да наши отцы грешили мы теперь наказывается за их грехи ну или если посмотреть более правильно если они все-таки хотя бы догматически не ошибаются хотя ошибаются в своей клятве но можно предложить предположить так что наши отцы грешили и мы грешим и бог наших отцов наказывал и теперь он наказывает и нас ну и что отвечает озя это начальник города витилуи он говорит так озя сказала не унывайте братья потерпите еще пять дней в которой господь бог наш обратит милость на нас ибо он не оставит нас в конец если же они пойдут если же они пройдут то есть эти пять дней и помощь к нам не придет я сделал по вашим словам и отпустил народ свой стан и они пошли по стенам и башням своего города жены дети их отослали по домам их и великой скорби оставались они в городе все понятно что надежда особо нет надежда осталась только на бога озя говорит о том что может быть бог нас спасет может быть придет какая-то помощь вот на что надеется озя на то что господь не оставит нас конец если вспомнить речь ахиора в пятой главе то ахиор говорит что сейчас евреи верны богу и соответственно бог и будет защищать ну и если мы обратимся к к истории к истории то да действительно бог их защитит но об этом будет рассказано уже позже спасибо мы с вами прочитали седьмую главу меня зовут дмитрий бежда быкин мы с вами были на библейском портале exe get и всего доброго до новых встреч а